Мария Ермолаева в Лизе Алерт полгода. Она присоединилась к волонтерам после того, как приняла участие в поисках погибшего 8-летнего Павла Ларина в Дягилеве. Сейчас тщательно изучает компас, карты, в том числе, чтобы достойно показать себя на всероссийских учениях Лизе Алерт, которые, кстати, недавно состоялись в Москве 15 апреля. Мария рассказала нам, что делать, если случится заблудиться в лесу. Вот я у дерева. Есть какой-то ориентир реально, где север, где юг по нему или нету такого? Ну вообще мы не рекомендуем обращаться к народным средствам, такие как мох на север или еще какие-то прочие. Надо обязательно обращать внимание на линейные ориентиры, понять хоть как-то по столбам, по вышкам, по высоткам, определиться. Если рядом есть тропинка, то есть недалеко, не углубляясь в лес никуда, если она в шаговой доступности, то обязательно выйти на нее и хотя бы пытаться понять, в какой местности вы находитесь. Так, а представим, что вокруг меня ничего нет. Мне в какую лучше сторону вообще начинать двигаться? Надо начинать двигаться или надо сидеть около дерева, где я потерялась? Вообще не рекомендуется никуда уходить с места, то есть от места того, где вы стоите, уже не понимаете, куда вам идти, ибо вы в состоянии аффекта, как бы начинается уже, ну, легкое чувство паники. Вы можете просто углубиться в глубокий-глубокий лес и в дальнейшем запутать себя и тех, кто будет вас искать еще больше. Нужно попытаться выйти на связь. Для этого с собой в лес нужно брать заряженный телефон, на котором с самого начала пути отключить интернет и поставить точку отбытия на навигаторе, чтобы вернуться обратно. На прогулку взять воду, хотя бы шоколадный батончик и свисток, спички, компас. Если приходится ночевать, обязательно развести костер, сделать настил из веток и листьев, чтобы не замерзнуть. Желательно не спать, поскольку и дикие звери не дремлют. Дым от костра также может засечь поисковый вертолет. Одежда должна быть яркой, не камуфлированной. Так проще найти пропавшего. Выдвинулись. Мы побывали на тренировке Лиза Алерт. Ее участники отправились на поиски человека, который предположительно заблудился в лесу. Первым делом проверяют линейные ориентиры. Если вдоль дороги или реки человека или следов его пребывания найдено не было, ребята отправляются прочесывать весь лес. Это, соответственно, человек уже, мы подразумеваем, что он находится в лучшем случае без сил. То есть он уже не движется. Он в какой-то произвольной точке остановился и там дожидается помощи. Свидетельство пребывания пропавшего поисковики фотографируют и отправляют в штаб. Артезианская. Питьевая вода газированная. Один обнаружил еще одну бутылку. Тверская чистая, айтезианская. Да, они нашли свидетельство, которое, ну, координатор сидит в штабе. У него карта, ну, на компьютере открыта, на ноутбуке. Вот, там ставятся эти все в онлайн режиме отметки. И когда группа возвращается, вот ее трек, как она шла по лесу, он тоже скидывается на эту карту. В штабе карта обрастает маршрутами следования групп, точками, где что-то было найдено. Отмечаются места, где поисковики еще не побывали. На основании этих данных координатор поиска делает выводы, куда нужно сместить усилия. Появляются версии. На этой тренировке волонтеры нашли все, что им подготовил координатор. Заранее приехал, подготовил места, выбрал дорогу, на которую они должны выйти, какие-то путевые отметки. Все это было сделано заранее. Вот, ну, собственно говоря, всегда такие тренировки так производятся. Бывают тренировки, когда уже реальный человек находится в лесу, вот, ну, заранее подготовленный человек, вот, и его ищут. То есть, ну, это, конечно, требует больше времени и более хорошей погоды, чтобы человек здоровье не потерял. Пеший прочес леса дал результаты при поиске пропавших в Рязани грибников полтора года назад. В городе волонтеры ищут людей по другой методике. Бывают ситуации, когда нет даже конкретного места пропажи человека. Вот в данной ситуации вот эта вот женщина, Герасима Мария Васильевна, она поехала на 13-м автобусе на отпевание своей знакомой. В 13-й автобус она села. Дальше никто не знает, что с ней произошло, где она вышла. То есть, соответственно, выйти она могла на абсолютно любой остановке и пойти в любую сторону. Проблема в том, что она дезориентирована, и плюс она очень стесняется, когда к ней с чем-то обращаются, в силу того, что немножко слабо слышат. Поэтому большая убедительная просьба ко всем посмотреть внимательно по сторонам. Бабушка была одета в черное пальто драповое, светло-серый мех. Ориентировки в сети, если что, есть. На ней были черная юбка, черные резиновые сапоги, в руках сумочка и черный платок. Бабушка ростом 155 сантиметров. Это примерно вот так вот мне. Небольшая, да. Так что поисковики просят всегда, абсолютно всегда обращать внимание, особенно на пожилых граждан в городе. Рассматривать их внимательно. Без этого порой поиск может зайти в тупик. А родственникам тех людей, которые имеют проблемы с памятью или мироощущением, рекомендуется вкладывать в карманы их одежды записки с контактными данными и адресом места жительства или пришивать такие нашивки на одежду. Это дает 90% того, что человек найдется. Мимо проходящие люди, врачи скорой помощи неоднократно доставляли дезориентированных людей домой, замечая их, к примеру, сидящими на остановке.